Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Добрый день. Один звонок тут же сменяет другой. Судя по тому, что телефон не умолкает, жители Алтайского края потребители весьма взыскательные. Для них с начала ноября запустили горячую линию по вопросам качества трех категорий базовых продуктов питания. Мясных, молочных и рыбных. Все эти продукты относятся к категории значимой, социально значимой. Более того, как с точки зрения эпидемиологической безопасности эти продукты скороборчатся, то есть они требуют более жестких режимов хранения, их соблюдения. Поэтому неважно молоко это, либо это сосиски, сардельки, то есть требования достаточно как бы четко прописаны и они существенны. За две недели на горячую линию обратилось больше полутора сотен жителей региона. Треть из них – барнаульцы. Людей волнуют разные вопросы. Ценовой разбег на сметану разных производителей, отличие состава мясных и мясосодержащих продуктов, сопроводительные документы на товары. Нередко, говорят в Роспотребнадзоре, граждане жалуются и на маркировку пищевых изделий. Опрос барнаульцев на улице подтвердил остроту этой и других проблем. Маркировка нечитаемая бывает. Хотелось бы, чтобы пожилые люди прочитали эту маркировку, увидели, из чего состав идет. Возьмем те же пельмени, они пишут, например, мясная продукция, изготовленная из синины говядины, а там могут быть добавлены и курица, и все что угодно. Вот, также и на колбасных изделиях. Маркировки плохо читаемые. Иногда купишь там не мясо, а как будто поролон что ли, наверное, получается. Раньше на базаре лучше было. Чтобы хотя бы цена качеству соответствовала. Если мясо невкусное, пусть оно стоит дешевле. Ну, вот если про колбасу говорить, ну, ожидая, что она должна быть вкусная, она, например, невкусная. Она, ну, не оправдывает ожидания, скажем так. Рыба была, но она была, то есть, не первой свежести. То есть, дата была одна по факту, а на самом деле она, ну, не этой датой, которая там указана. Повлиять на изменение состава продукта или ценовую политику производителя, подчеркивают в Роспотребнадзоре, их ведомство не вправе. Но специалисты проконсультируют по наличию сопроводительных документов, обязательной информации в маркировке товаров, соблюдению санитарных правил и норм. И если продавец допускает нарушения, сотрудники ведомства готовы помочь потребителям в составлении претензии. Такую, к примеру, оформили одному из барнаульцев. У меня вопрос по рыбе. Так, что с рыбой? Приобретенная рыба после разморозки дает очень много воды, и она становится по весу намного меньше, чем я за нее заплатил. Содержание глазури должно быть не более 5%. По данному факту вы имеете право обратиться к продавцу данной продукции некачественной с претензией. Будет перерасчет цены, покупной цены, если будет установлено, что содержание влаги значительно больше, то есть это чем предусмотрено техническим регламентом. Если и у вас есть вопросы к качеству продаваемой рыбной, мясной или молочной продукции, вы можете обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Ее работа продлится до конца ноября. После подведут итоги и опубликуют их на сайте ведомства. Кроме того, продавцам продуктов питания ненадлежащего качества направят соответствующие предостережения. Данное предостережение направляется субъекту предпринимательства. Таким образом, меры как бы принимаются. С тем, чтобы в дальнейшем такие нарушения не допускались. Специалисты надзорного ведомства подчеркивают, обращения о продаваемых продуктах питания они собирают регулярно. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения со стороны участников рынка пищевой промышленности и, как следствие, сохранять здоровье населения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...